Всем привет! Сегодня у меня будет небольшой влог, потому что я хочу вам рассказать, что дальше будет вообще на канале и чем я сейчас занимаюсь. У меня долгое время не было видео, потому что отдыхать тоже надо, но помимо этого я сейчас готовлюсь к важному для меня мероприятию. Я решила участвовать в выставке, ярмарке, продаже своих работ, и мне сейчас нужно подготовить огромное количество товара. Все потому, что размер не помещения, а палатки, в которой я буду выставляться, и все остальные, он получается приблизительно 3 на 3 метра. Это много, и конечно же тебе хочется сделать так, чтобы у тебя был товар на выбор. Следовательно, сейчас мне нужно это все делать, потому что выставка будет 6-7 ноября. У меня осталось 2 месяца. Что-то я уже сделала, сейчас вам слегка так покажу, что у меня уже есть. Поэтому впереди я буду вам показывать мастер-классы по созданию этих работ. Единственное, я буду стараться сделать их регулярно сейчас, но если у меня где-то будет задержка, то, конечно же, получается так, что я просто не успеваю делать все в ярмарке. Потому что сейчас я делаю просто все, все и сразу. Также я начала вышивать елочные игрушки. Я хочу сделать елочные игрушки 3 набора с разным цветом. Одни будут зеленые, красные и вот такие вот красивые, синие, голубые. И, помимо того, вся моя коллекция игрушек, даже не то, что игрушек, а того, что я сейчас делаю. Для себя я делаю вот такую, хотела сказать, палитру. Это вообще планшет с тем, что я использую для своей работы. Цвета лент, ткань, в основном у меня будет бархат, а вот это две ткани, это вообще на обшивку мебели. Просто я нашла только такую. Это обычный бархат, зеленый, здесь он кажется более черным. Вот такой красивый цвет. Розовый, куда же без розового. Также разные ленты, нитки вязальные. Ткань, краски. Тоже краски. Я тут подписывала, какими цветами я крашу, смотрела, что мне больше подходит. Рафия, мне так удобно. У меня здесь сейчас висит. Я просто смотрю по цвету и понимаю, что мне подходит для моих работ. Единственное, что я еще думаю по поводу, добавлю я сюда еще какой-нибудь оттенок или нет. Потому что я, знаете, что хочу сделать? Я хочу, вот я смотрю на все свои работы. И, в принципе, я визуал, наверное, больше. Поэтому мне хочется, чтобы витрина была красивая. Мне хочется, чтобы это было по цветам. Мне хочется, чтобы там было все, что я задумала. Поэтому работаю над этим. Видео буду выставлять постепенно здесь. И есть еще одно такое но. У очень многих не работает сейчас YouTube. Поэтому многие смотрят YouTube или через VPN, или как-то отключают свои домашние интернеты. Еще что-то. Я не знаю. Но комментарии в своей группе Telegram я читаю. Отвечаю. И, кстати, по поводу группы Telegram. Заходите туда, подписывайтесь. Потому что именно там я показываю сразу же, что я делаю. Какие-то маленькие короткие влоги. Какие-то маленькие видео выставляю. Также все, что я делаю, все свои работы тоже там показываю. По поводу, если вы не можете зайти на YouTube, также можете посмотреть мои видео и на других площадках. Видео выкладываются в группе ВКонтакте. Но есть один минус. Это занимает время. Поэтому я, знаете как, я начинаю выкладывать, выкладывать, выкладывать. А потом я забываю, что он у меня есть. Поэтому там есть не все видео. Там до определенного момента. У меня, наверное, там пасхальные загружены последние видео. Я уже не помню. Нужно зайти и начать загружать. И Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен у меня есть огромные, там есть все видео. Там есть все мои видео. Яндекс.Дзен у меня, я не знаю уже сколько, лет 5, наверное. Но там есть тоже свои нюансы. Во-первых, я сама видео туда не загружаю. У меня сделано так, что видео мои на Ютубе автоматически загружаются потом на Дзен. Я ничего не делаю. Я туда даже не захожу. Потому что оно автоматически загружает. И поэтому, если мое видео вышло, допустим, сегодня в 7 часов утра, то на Дзене оно может появиться или через пару часов, или через пару дней. Как, когда, все зависит, наверное, от алгоритмов, от каких-то настроек внутри программ. Я не знаю. Но рано или поздно эти же видео там появляются. И там есть видео, все видео, все видео, что есть у меня на Ютубе. Поэтому все эти ссылочки есть в описании на все мои соцсети. Так что заходите и уже подписывайтесь, смотрите там, где вам будет удобно. По поводу шаблонов. Шаблоны сейчас все платные на моем бусте. Сейчас давайте я вам подробно покажу, что я вообще подготавливаю, что я сделаю сейчас для своей выставки-ярмарки. Начну, конечно же, я с первого. Это сейчас я вышиваю. Вышиваю елочные игрушки. Я очень люблю вышивать, люблю вышитые елочные игрушки. Поэтому я нашла такие маленькие картинки. Размером они получаются. У меня аккаунт 14. Размером они получатся 6 на 6 сантиметров. Маленькие заготовочки. Но я думаю, что они будут у меня не мягкие, а такие... Я не помню, как оно там правильно называется. Здесь у меня есть разные картинки. Эти схемы я выкладываю в своей группе в Телеграм. Следующий. Здесь у меня вот, вот, вот. Это то, с чем я сейчас работаю. То, что я буду использовать в своей работе. Будем делать вязальные нитки. Из чего, в принципе, все и началось. И здесь, конечно же, тоже получается сухоцветы тех цветов, которые мне нужны. Краски, что я использую. Ну, понемножечку. Здесь уже то, что готово. Это две тыквы из вязальных ниток. Я вам покажу все мастер-классы. Покажу, как я делала. Как я делала хвостики у тыкв и из чего. Также у меня тут тыковка, как башенка. Феечки. Видео по феечкам есть. Единственное, что я сделала здесь по-другому крылья. Не просто бантика. Так что видео, как делать таких феечек, есть. Единственное, там в голубом цвете. Маленькие малышки-тыковки. Это как я делала бабушку из набора. Прямо они мне очень нравятся. Вот это видео будет. Покажу, как я делала. По этим тыквам тоже видео будет. Тут, кстати, внутри просто пенопластовая основа. Но я буду с ними еще что-нибудь делать. Буду декорировать, потому что пока что у меня вот... Я сделала высыхать. Елку эту вы видели. Так, тут у меня... Тут у меня сейчас делаются тоже елочные игрушки. Вот такие. Здесь у меня будет один шар и одна такая более плоская игрушка. Эту я уже почти задекорировала. Я, кстати, по поводу лент. Я сейчас делаю елочные игрушки, ленты вот таким образом. Все потому, что можно завязать на веточку. Совершенно любой длины. Ну, подогнать под себя, так сказать. Потому что кто-то любит елочные игрушки привязывать прям к веточке. Кто-то любит, чтобы они были низко. Поэтому тут уже будет выбирать каждый под то, как ему нравится. Так, здесь у меня... Я начала уже делать у меня здесь будет шляпка в композиции со шляпкой. Вот в таком красивом цвете. И добавлять я туда буду розы. Вот такие. Также, наверное, добавлю, может, еще каким-то вот такого цвета цветочки. Тоже думаю над этим. Елочные игрушки. Куда же, конечно же, без елочных игрушек. Во-первых, это вот эти шарики. Шарики тоже из вязальных ниток. Смотрятся они, конечно же, ну, просто шикарно. У меня, кстати, будут еще работы с подобными шариками. Но я уже буду делать не елочные игрушки. Очень классно смотрятся. Также я вообще предпочитаю и вообще люблю вот это все, когда любые работы, есть какие-то бирочки, этикеточки. Это может срезать каждый. Но смотрится оно более презентабельно, на мой взгляд, чем мы просто делаем работы без ничего, знаете. Ну, хочется делать красивый товарный вид своим работам. И мне к этим игрушкам вообще всем. И я буду делать наборами. Мне нужно найти коробки. Также вот в таком цвете бархатные. Но они еще не задекорированные. Но цвет мне очень сильно нравится. Там внутри пенопластовые. Пенопластовые. Нет, здесь у меня обычные пластиковые елочные шарики. Вот, кстати, как идея. Обычные пластиковые елочные шарики, которые вы уже не используете. Они некрасивые. Обтягивайте или обклеивайте любой тканью, любыми нитками. Вот как у меня здесь бархат, буду дальше декорировать. И у вас будут новые елочные игрушки. Здесь у меня пластиковые заготовки. Они просто были прозрачные. И по поводу шишек. Как делать такие шишки? Ох, как много раз я вам показывала. Поэтому видео по вот этим шишкам не будет. Потому что здесь нету ничего нового. По поводу шариков. Вот прям где-то час назад смотрела в своей группе Телеграм, что писали девочки. Отвечала на вопросы. У меня спросили по поводу вот этих вот шариков. Это обычные елочные шарики. Маленькие. Вот там вот видно. Этот я покрасила акриловой краской. А этот обтянула бархатом. Обтянула бархатом. И он получается у меня вот так. Мы обтягиваем ниточкой хорошенечко снизу. Затягиваем. И потом вот эти места мы вклеиваем получается в нашу работу. Или если надо где-то подлиннее ножка, чтобы, знаете, сильно прижато не было, можно внутрь вклеить проволоку. Я уже здесь точно так же обтянула шарики, которые были мне не нужны. Зеленый цвет. Вот эти. Вот эти не знаю, но есть шанс, что они, если не подойдут нигде по цвету, именно для композиции. По цвету-то они подходят. Они тоже будут обтянуты. Такие у меня есть шарики. Это тоже были типа елочные игрушки. Я так понимаю, буду все использовать. Так что сейчас, сейчас работаю, буду выкладывать, буду показывать вам все полностью видео. И еще те девочки, которые у меня спрашивали, я показывала в своем инстаграме, я рисовала картину. Вот она. Вот это Саа. Иногда мне кажется, что она похожа на орла. Я и закончила, но я еще не делала никакие фотографии, чтобы всем показать. И что у меня тут еще? Что у меня тут еще? Орешки. Надо, кстати, промыть. Шишки. Шишки. Из этих шишек тоже можно будет что-то делать. Вот это, кстати, сосна Монтерей. Очень, очень, очень классные шишки. Здесь пыталась их разделить, но надо, наверное, дать мужу, потому что у меня не хватает силы. Слишком сильно они у меня там... Ой. Как это? Приросли, короче. По поводу цветов. Миллион раз буду говорить, особенно тем, кто мне пишет. А сделаю все цветы самостоятельно. А я сделаю. Если мне нужен цветок будет, я сделаю. С удовольствием. На моем канале огромное количество видео, как делать цветы из разных материалов. Поэтому, если бы у меня были материалы, я бы делала бы сейчас. Но сейчас еще вам кое-что интересное расскажу. Но что я хотела сказать по поводу цветов. Я понимаю, все мы живем в разном месте. Все люди предпочитают совершенно разные материалы, разные изделия. Но так как я сейчас нахожусь в Америке, что я здесь заметила? Да и, в принципе, я это начала иногда замечать даже в Беларуси, когда была. Вот в последнее время был момент, когда люди хотели самодельные цветы, композиции. Потом пришел момент, когда искусственные цветы, их стало огромное количество. И они реально похожи на настоящие, да? Просто вот у меня даже здесь в вазе стоят тюльпаны. А, этот без листика. И ты смотришь, ну он как живой. Эти тюльпаны, кстати, продаются на Алиэкспресс. Я себе когда-то хотела купить такие тюльпашки белого цвета. И чтобы они у меня всегда стояли в вазе. Они сделаны, это не фоамиран. Это типа между каким-то силиконом. Но смотрится красиво, правда? Вот как живые цветочки. Так вот, в чем, так сказать, дело? Когда мы делаем цветы самостоятельно, мы, конечно же, за свою работу будем брать деньги. И смотрите, сделай один цветочек, у вас входит большое количество времени. Ну, все зависит от того, какого материала вы делаете, что вы будете туда добавлять, в этот цветочек, сколько времени потребуется на то, чтобы сделать, допустим, такую розочку из фоамирана. Это обработай каждый лепесток, это покрась, это придай ему форму, собери, да? Иногда бывает собрать очень красивый цветок, может уйти и час, и два. При расчете своих работ вы должны учитывать то, сколько часов вы работаете. И допустим, я так сейчас грубо скажу в этом, смотрите. Допустим, здесь минимальный час работы приблизительно там 15-20 долларов, да? Ну, я так, округляю, потому что все зависит, где вы еще работаете. Следовательно, ваш цветок по себестоимости может выйти там в 4 доллара по материалам, да? Плюс вам нужно посчитать свою работу. В композиции вам нужно большое количество цветов, и добавлять в свою стоимость работы сколько времени вы потратили на создание цветов, сколько времени вы потратили на создание всей композиции. Иногда может уйти до 5-6 часов, чтобы сделать композицию. Исключительно все, как вы делаете, да? Плюс работа, плюс электричество, ну, все, что вы там используете, да? Термоклей. Вы все-все-все вот это считаете? Обязательно добавляя стоимость одного рабочего часа, это выходит нереально огромная стоимость. Здесь же очень важно, чтобы ты делал работу быстро. Вот то, что я заметила, то, что ты делаешь работу быстро. Не всегда здесь и очень мало кто обращает внимание на качество. Я же, конечно же, очень сильно трепетно отношусь к своим работам, поэтому мне хочется, чтобы мои работы были выполнены качественно и красиво. Так вот, купив, вот я покупала вот эти букеты. Сейчас букет, я не помню, сколько там. У меня нету готового букета. Там были цветочки. Их было приблизительно... Сейчас я покажу. Букетики, букетики, букетики. Приблизительно вот такой букетик был. Приблизительно был вот такой букетик. Он, получается, здесь стоит 5 долларов сейчас, да? И я понимаю, что я, купив вот такой букет, экономлю время на создание цветов самостоятельно, потому что, купив материалы отдельно, в большом количестве, и многих материалов здесь нет. Допустим, здесь нету фоамирана одного миллиметра иранского. Тебе нужно заказывать. И у тебя идет и доставка. Все зависит от того, откуда доставка. Стоимость будет выше. Плюс, плюс. Гофрированная бумага, с которой я всегда работала. Ее здесь просто-напросто место. Это итальянская бумага производства. Итальянская бумага производства. Бумага картотехника Росси. Это итальянская бумага. Мне кажется, что эпопея вот эта вот вся с цветами из бумаги уходит. Я вижу огромное количество людей, которые работают с бумагой, с бумажными цветами. И это начинает постепенно как будто бы отходить в сторону. Люди переходят немного на другое. Я поменяла очень сильно свое видение творчества. Я бы так назвала. В теме творчества. Потому что ты понимаешь, что не все ценят ручную труду. Допустим, есть люди, которым проще пойти в магазин, купить Китай за такую же стоимость, за которую ты готов продать дорогой венок. Допустим. Потому что сейчас впереди будут праздники. И рождественские венки по наблюдению с прошлого года. Здесь стоили приблизительно 99,9 долларов. Венок ни о чем. Ну просто изготовление Китай. А ты понимаешь, что ты можешь сделать работу. Ты поставишь ее даже дешевле, но не каждый хочет купить ручную работу. Ему проще пойти в магазин, купить вот такую работу. И все. И наслаждаться. На данный момент готовлюсь к выставке. 7 ноября выставка. Поэтому по поводу всего. Некоторые видео, возможно, будут где-то повторяться. Идеи повторяться. Потому что постоянно разные идеи придумывают. Но это просто невозможно. Это нереально. Я не знаю, почему у некоторых людей прямо так тригерит, что там блогеры где-то у кого-то подсматривают какие-то идеи. Ой-ой-ой. Это как будто бы такая огромная проблема. Все придумано для нас. Я вам так скажу. И были ситуации, когда ты что-то сделаешь, а потом ты зайдешь посмотреть, и ты найдешь похожую работу. Тебе становится обидно. Ну я же вот сейчас придумала. Нет, мне кажется, уже придумать что-то сверхъестественное невозможно. Помимо этого. И еще. Я же вам не показала. Купила я в магазине. Две шкатулки. Я уже рассказывала. Здесь есть такой магазин FallenPrices. Туда привозят товар с фуры. Фуры нескольких магазинов, поэтому там товар просто в отвратительном состоянии, ты это находишь. И тебе надо там как бы рыться в ящиках таких. Плюс там бывают посылки с Amazon, которые никому не нужны. Ну всякое-всякое. Всящина. Где-то я видео вам даже показывала. Я заехала, и там были шкатулки. Самые шкатулки стоили по 5 долларов. Но в тот день были там товары в этом магазине по одному доллару. И решила взять. Единственное, вот они в таком видео. Развалины. Немножечко вот тут вот дно отваливается. Нужно приклеить. Ну, это не 5 долларов. По одному можно было. Поэтому я сейчас тоже думаю по поводу декора. Проводила, так сказать, опрос. Спрашивала у девочек. Многие пишут, типа, сделать декор, который идет на всесезонный. Но я, так как делаю сейчас работы на выставку, я хочу сделать подходящие тематики. Поэтому будем украшать. Вот эту крышечку еще, знаете, классная идея была вышить здесь крестиком. Согласна. Очень классная идея. Но у меня сомневаюсь, что хватит на это все времени. Но вообще классно. Что-то буду красить, что-то буду подклеивать, что-то буду добавлять. Так что с этими шкатулочками видео тоже будет. Что? Что еще? Ну, наверное, я вам все сказала. Так что, если вы еще не подписаны на меня, на ютюбе, вам интересно, что происходит в моей творческой жизни, потому что про личную жизнь я не любитель рассказывать. Но я люблю все, что связано с творчеством, с интересными вот этими вот моментами, выставками, киндомероприятиями, то подписывайтесь на мой канал. Также есть разные социальные сети. Все ссылочки есть в описании. Но в следующем видео мы будем делать вот эти безумно красивые мягкие тыковки. Признаюсь, лично идея не моя. Огромное количество таких идей есть на Pinterest, большое количество таких тыкв продают на Etsy. Везде разные мастера, поэтому сказать, кто был тем человеком, который первым это придумал, невозможно. Также я вам покажу, как сделать вот такие хвостики. Но можно эти хвостики заменить на настоящие. Сейчас осень. Срезаем у кабачков тыквы хвостики. Срезаем так, чтобы, знаете, хвостик оставался один. И просто высушиваем. Где-нибудь кладете на улице, на балконе. Просто сушим. Обожаю натуральные хвостики. А здесь же у меня хвостики из глины, просто скрученные. Так что будем с вами работать. И, как вы видите, здесь я тоже подобавляла разных штучек. Потому что, мне кажется, это красиво. После того, как человек покупает, он может спокойненько их убрать, если кому-то что-то не нравится. И еще будем делать вот такую тыкву. Боже, как она мне нравится. И как мне нравится сочетание вот этих цветов. Просто цвета, на мой взгляд. И здесь я уже делала хвостики просто из палочки. Так что буду все показывать. Она большая. Она просто красивая лежит. Еще на свете, да? Да. Она очень красивая. Субтитры делал DimaTorzok 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 Также я заехала в магазин и купила для своих работ. Вот такую фигурку для одной из осенних работ. Как раз такая осенняя девочка Мишка. Просто супер. Две таких... Я не знаю, как их правильно называть. Короче, будут у меня здесь природные материалы. Вот такая. Помните, я делала работу в кофейном стаканчике. Вот я хочу сделать две работы таких... Креманки. Как их там правильно назвать? Я не знаю даже. Ну, это как получается, это как вафельный рожок. Мне кажется, будет очень здорово. И купила как раз. На глаза попалась. Потому что у меня нету никакого картона. А за 99... Ну, короче, за доллар я купила коробки. Тут их получается. И тут их получается две. Сейчас буду смотреть по размеру. Потому что я хочу сделать композицию со шляпкой. И посмотрю. Ну, наверное, не сюда. Короче, посмотрю по размеру. Ну, наверное, вот эта, наверное, лучше. Или большая лучше. Сейчас буду делать. Буду работать. Также, также, что я еще покупала для своей работы. Это носки. Носки. Самые простые носочки. Самые простые носочки. Использовать я буду, наверное, вот эти бежевые. Все остальные буду носить. Потому что я буду делать гнома. Я буду делать два гнома. Помните, как я делала гномика на длинных ножках? О! А где еще я купила? Нашла. Я купила еще две вот таких заготовки. Это вообще типа елочные игрушки. Можно типа декорировать, да? Но мне нужна была какая-то деревянная круглая штука. Вырезать мне самостоятельно. Не ищего. Нечем. Поэтому купила их. В прошлый раз ножки я делала на металлическую крышку. Видео по тем гномикам у меня есть на канале. Сейчас же я буду делать более надежно. Ножки буду прикреплять вот таким образом. Они у меня будут прям прям такое хорошее основание для того, чтобы у меня ничего не разваливалось. И сегодня мне нужно будет взять шпатлевку и сделать утяжелители на самих ножках. Это у нас низ. Здесь у нас будет натягиваться носок. Короче, в принципе, техника создания будет такая же, как в прошлых гномов. Но я вам покажу, потому что все равно он у меня будет другой. Все равно он будет отличаться. Так, покупала я еще вот такие пенопластовые шарики. Потому что я хочу делать венок. Венок у меня будет на вот таком основании. Вот таком основании. И тут я хочу сделать с шариками, с шишками, с природными материалами. И у меня будут бархатные шарики розовые. И также будут шарики маленькие вот из этой вот пряжи. Италии. te that на нас был дrabbit. И т... И ты так... И ты будешь делать так какni.